Всем привет! Сегодня поговорим еще об одном загрузчике операционных систем. Идем на кладочку ко мне на крок. Идем в программы. Здесь ищем поисковики операционных систем. И скачиваем вот этот загрузчик. Он довольно-таки большой по сравнению с предыдущими. Где-то 20 мегабайт. Но тем не менее, давайте его скачаем и посмотрим. На рабочем столе сохраним его. Значит, объяснил, в чем дело. У меня, значит, был небольшой такой диалог с Александром. Очень хороший автор. Всем могу его порекомендовать. Вот посмотрите. Во-первых, он включен в авторах сборок. Вот, пожалуйста, Александр Клич. И также он включен в авторские видео. Видео на трубе. Вот идем сюда. Вот, пожалуйста, Александр Клич. Значит, ну, просто хочу вам сказать, что автор этот очень такой вдумчивый, опытный. Умеет хорошо русским, как говорится, нормальным языком все объяснять. И очень такие хорошие высказывают мысли. Общались по поводу именно загрузчиков операционных систем. И он посетовал на то, что вот, как восстановить группу на UEFI машинах. UEFI, UEFI. Потому что пишут, что с обычным BIOS проблемам нет, а вот программы в терминале восстановить легко, а вот UEFI толковую информацию не найти. Значит, ну, вот, в вопросе, как говорится, всегда бывает и часть ответа. Вот, пожалуйста, значит, здесь можно поискать, ну, я не знаю, ну, давайте здесь посмотрим. Значит, здесь есть варианты ответов. вот так, где-то я видел. Ну, что-то такое, я такое находил. В конце концов, вот, я нашел этот загрузчик, который поместил к себе на кладовочку. Вот, мы сейчас его скачали. И что мы намереваемся сейчас сделать? Возьмем флешку. У меня вот самая маленькая флешка на 4 гигабайта. Значит, по опыту с мультистом я всегда избегаю русских, как говорится, букв. Ну, три семерки поставлю, будет гораздо проще. Проматировать, поставим парольчик. записать эту программу можно и на винде при помощи программы Rufus или Yumi. Нет проблем. Вот, скачали мы на рабочий стол этот файлик. Теперь создаем образ загрузочного носителя. Вот, пожалуйста. Он, у меня даже флешка уже до 3 гигабайта у меня. Нет проблем. Программа все, она маленькая. Вот, смотрите. Все вживую. Значит, ну, что, закрываем и теперь перезагружаем компьютер и смотрим, что у нас будет происходить при загрузке. Какие чудеса. вот, включаю компьютер. Ну, и первым делом жду, загрузится ли флешка сама. Ну, вот, загрузилась. Как видите, значит, здесь написано все на английском языке. Я иду наверх, языки, Enter и выбираю русский язык. Все, у вас уже все, оказывается, менюшка появилась на русском языке. И вот первую строку определите показать варианты запуска. Я, значит, и выбираю. Нажимаю Enter. А там кому нравится, как говорится, поползать по менюшке, ради бога. Ну, я выберу, значит, вот у меня на седьмом разделе располагается моя Linux Mint 18.2. Нажимаю Enter. И пошла загрузка. Значит, когда система, значит, загрузится, значит, я уже смогу там уже настроить загрузчиками меню самые различные варианты. Причем система это работает как с биосом, так и с уефи. Поэтому, вот, чем этот новый, значит, да не новый, а просто вот этот загрузчик операционных систем и ценен тем, что он поддерживает, как говорится, обе системы, и биос, и уефи. и поэтому у кого проблемы, значит, с уефи, вот могут его складовочки скачать и пользоваться им на свое здоровье. Теперь, значит, я перейду уже на сам Linux и буду дальше показывать. Так вот, когда, значит, я загрузился уже с Linux, на котором установлена моя сборка, я уже могу воспользоваться, значит, настройщиками меню загрузки, групп-кастомайзером, бут-менеджером, ну вот, тут недавно один пользователь тоже хороший совет прислал, что, допустим, многие пишут, а вот, допустим, сборка не грузится, значит, в смысле, сборка грузится на флешке, а при записи на жесткий диск, значит, не стартует. Вот, очень хороший совет. Стартовать снова с этой флешки, затем, значит, завести команду suda, group, install и указать, куда. Куда, значит, поясню. Значит, прямо находясь на флешке, запускаете джипартию там и смотрите разделы, на какой же раздел вы хотите установить загрузчик. В большинстве случаев у пользователей это бывает раздел sda в большинстве. Ну, скажем так, далеко не у всех. Поэтому, если у вас там раздел sdb, sdc, значит, нужно будет вот буквку а поменять на соответствующую буквку раздела. Что-то у меня не хочет запускаться джипартию. Ну-ка, давайте-ка еще разочек его. Ага. испугался. Ну вот, давайте посмотрим, какой у меня, значит, под какой буквы у меня, значит, имеется основной раздел. То есть, вот представьте, вы, значит, загрузили с флешки, вот, видите, написано sda. Вот я загрузчик и хочу установить сюда. Поэтому, значит, находясь на флешке, значит, я, допустим, беру, копирую вот эту вот команду, вставляю ее сюда, нажимаю Enter, затем, значит, завожу вторую команду, нажимаю, значит, Enter, и, собственно говоря, загрузчик никуда он, так ли, не денется, установится. Вот таким образом. Это, значит, один из вариантов. Но дело в том, что в большинстве моих сборок у меня, значит, сделано все несколько, так ли, это, говорится, попроще. Вот у меня, значит, есть группка Stamizer. Это настройщик, скажем так, меню загрузки. Я сверну дополнительные окошечки, чтобы они не мешали. Вот у меня на данный момент имеется, значит, 17.2 сборочка, моя рабочая, 18.2 тестируемая. У меня на ней пока он, видите, как центральный процессор занят, потому что у меня способно записывать видео нормально, только в режиме рендеринга. Поэтому мне пришлось XORG сервер удалить. PC Linux и Windows сразу две ленды 7 и 10. Вот так экспериментировал. Значит, но по умолчанию я сделал загрузку с 18.2, потому что сборка будет с 2021 года поддерживаться, но, естественно, постепенно надо, как говорится, на нее перетекать. Нажимаете на сохранить и затем, значит, можете посмотреть, как все это дело будет выглядеть еще и в меню загрузки. Значит, у кого-то, если установится Book Manager, там меню загрузки покрасивее. У меня что-то на 18 он не очень хотел загружаться, поэтому я иду просто на Group Manager. Ну, тоже обычное простое меню загрузки. Вот, можно посмотреть, как оно будет выглядеть. Вроде бы, вот здесь вот так вот все выглядит некрасиво. На самом деле, значит, вот таких вот этих вот у меня черриков нету. Все выглядит вполне, как говорится, прилично и достойно. Итак, значит, вот имеются вот такие вот варианты. Или, значит, воспользоваться, значит, настройщиком меню загрузки, который я уже установил на свои сборки. Если у вас другая сборка, то вот, пожалуйста, находясь на флешке, значит, открываете терминал и заводите туда вот эти вот две команды. Первая команда и вторая. И, как правило, загрузчик меню у вас устанавливается. А там уже загрузившись на компьютер, вы сможете, как говорится, попасть на операционную систему, на которую хотите попасть. Вот таким вот образом делается все это дело. Ну, и плюс, значит, еще раз вам хочу как бы подчеркнуть, что понимаете, вот все вот эти вот мои там видеоролики и так далее, они, в принципе, возникают из общения. Вот человек пожаловался, что вот у него на уехе, на ехе, значит, это самое не может найти информацию. Но я поискал нашу информацию, скачал ее, теперь она лежит у меня на подолочке, и он спокойненько с нее, значит, всегда сможет взять это дело и скачать. Вот она, красавчик. Но плохо себя видно, вот так вот могу нажать. Вот. Супер, групп, два, диск, гибрид, там, гибрид и так далее. Вот она. Да, великоват по размеру. Собственно говоря, сами по себе размеры 20 гигабайт, но они, скажем так, просто крошечные. У меня сам файлик с командами и видео занимает 15 мегабайт. Это совсем немного. Вот. Плюс, значит, хорошее достоинство, что в менюшке можно выбрать русский язык, и там уже, как говорится, как рыба в воде, будете ориентироваться. Вот. Таким образом, значит, решаются, значит, самые различные проблемы. Значит, а, вот, я, по-моему, даже ссылку ему нашел про этот супер-групп-диск. Ну-ка, давайте-ка попробуем ее открыть. Ага, вот этот. Ну вот, а остальное я сейчас поубираю, чтобы они не мочалили меня. Ну вот, супер-групп-диск. Здесь, значит, идет его описание. Тут даже краткое видео есть, значит, то, что он может делать. Русский язык здесь почему-то не напечатан, но, как вы сами видели, на русский язык здесь перескочить можно, и пользоваться им, как говорится, вполне нормально. Вот, таким вот образом все это дело смотрится. Какие платформы поддерживаются. Вот видите, что UEFI поддерживается. Так что, без особых проблем. Вот, нормальное, как говорится, все. Загрузка, вот, пожалуйста. Вот, идет загрузка отсюда. И вот, опять-таки, посмотрите, поддержка UEFI. Вот, здесь нажимаете скачать файлик и все. я вам задачу еще больше облегчил, поместил в себе его в кладовочку, да и все. Ну, можете качать и отсюда. Собственно говоря, без разницы. Теперь, значит, у вас будет еще один из инструментов, значит, для того, чтобы попасть на необходимый раздел жесткого диска, на котором у вас установлена та, там, или иная операционная система. Потому что она очень хорошо ищет различные операционные системы и где-то там восьми, в девяти, случаях, из десяти все-таки помогает заскочить на операционную систему, а там, значит, сделать необходимые настройки. Вплоть до того, что вы, значит, там, в командах, уже, заскочив на этот раздел, всегда заведете вот, вот эти вот две командочки. установить групп на такой-то раздел и, значит, обновить. Вот и все. Но, для многих пользователей информация эта весьма существенная и поможет им, значит, уже, так сказать, не бояться того, что появится черный экран, значит, и будет сообщение No Operating System Found. Не найдены никаких операционных систем. Для вас самая главная будет задача просто загрузиться с флешки. Как загрузиться с флешки, значит, на трубе очень много опубликовано самых различных видеороликов. Выбирайте любой, смотрите любой. Всегда, в конце концов, найдете, какие кнопки нажимать на вашем компьютере и что делать. Вот таким вот образом. Ну, ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.